Здравствуйте! Сегодня воскресенье, а значит настало время подвести итоги минувшей семидневки. В эфире итоговая программа Вести Хакасия событий недели. Меня зовут Максим Соболев. Итак, мы начинаем. Громкое происшествие. В военной части Абакана прогремели взрывы. Без паники. Это так строят просто строители военные. Мы должны по максимуму использовать шансы по участию в федеральных программах. Поймать момент в сложное время. Хакасия рассчитывает на рывок в развитии благодаря санкциям. Флаг есть, герб есть, гимна только не хватает. Депутаты Хакасии слушают и обсуждают главную песню республики. О чем поют? Хакасия край, мой на юге Сибири. Взрывы в Абакане. На этой неделе Министерство обороны сносило здание старых казарм на территории военной части. К этой задаче военное ведомство подошло по-своему. Вместо техники – взрывчатка. Здания хоть и для ремонта непригодны, но слишком крепкие. Только такой способ и был возможным, опять же, по мнению военных. О громких делах Анастасия Стародубова. С 12 часов отряд полиции перекрыл улицу Пирятинская. Напротив многоэтажек встали военные КамАЗы, которые в случае непредвиденной ситуации могли сдержать взрывную волну. Сами жители многоэтажа, которые на протяжении многих лет были добрыми соседями с советскими постройками, собрались во дворах. Сюда же подтянулись пожарные, медики и военные. И уже в два часа прогремел первый взрыв. Хлопок из здания сложился, как карточный домик. Клубы пыли закрыли для Зевак две другие постройки, но как только СМОК рассеялся, с перерывами 15 минут прогремели второй и третий взрывы. Здания полностью не обрушились, как планировали военные. Но всему есть свое объяснение. Жилые дома находятся в 60 метрах от эпицентра работ. И это весьма усложнило задачу. Поэтому в каждую казарму заложили по 100 килограммов тротила, вместо требуемых 400. Также часть зарядов не взорвалась. Большая часть конструкции здания осталось стоять на месте. Самая маленькая постройка, за которую больше всего опасались военные, обрушилась наполовину. Оставшиеся части дальше планируют разбирать, но уже с помощью специальной техники. Личный состав инженерных войск получил практические навыки по обрушению зданий и сооружений. Получили мы дополнительно несколько подготовленных расчетов для выполнения подобных задач. Ну, считаю, общая оценка хорошо. Жители многоэтажек больше всего опасались за свое жилье и окна. Но взрывная волна была покашена специально возведенным земляным валом. Как и обещали саперы, воздушная волна не дошла даже до дороги. Однако взрыв все же напугал горожан. Как война вроде как на Украине. Сравниваешь все вот эти взрывы. Ужасы, конечно, ужасы. Как в фильме, ну, когда взрывают. Было тебе страшно? Да, очень. Мишка страшна, потому что я человек военный и все это виден. Из нашей ничего не случилось. Саперы наши надежные. Поэтому никаких у меня проблем не было. Я просто видела, как она сложится. На месте снесенных построят новые здания. Уже к началу наступающего года планируют полностью очистить территорию от остатков старых казарм. И уже в конце 15-го сдать в эксплуатацию социальные объекты. Миноборона обустраивает новый военный городок с бассейном, крытым катком, домом культуры и парком боевой техники. Мы даже не мечтали о таком. Потому что здесь будут созданы все условия, которые необходимы для полноценной и боевой учебы, и отдыха личного состава. В том числе и местное население будет пользоваться этими объектами. Поэтому здесь выиграют все. Анастасия Стародубова, Сергей Казмин, Вести Хакасия. События недели. Хакасия готовится к громкому политическому событию. 18 декабря состоится традиционное обращение главы Виктора Зимина к общественности республики. Какие темы в своем докладе затронет Виктор Зимин, пока держатся в секрете. Однако на этой неделе в республиканском правительстве прошло расширенное совещание, на котором был определен курс на ближайший год. Сейчас у республики есть исторический шанс для рывка в развитии, сказал Виктор Зимин. Так глава прокомментировал недавнее обращение президента России к федеральному собранию. В условиях санкции федеральные власти делают ставку на регионы. У нас для этого есть немалый потенциал. Заседание правительства Виктор Зимин начал с промышленных перспектив. Промпарк в Черногорске, агломерация. Сегодня как никогда есть шанс к реализации крупных проектов. Федеральные власти, по сути, дают взлет бизнесу. Например, со следующего года предприятия-новички получат налоговые каникулы. Мы должны по максимуму использовать шансы по участию в федеральных программах и привлечению дополнительных финансовых ресурсов. То же самое касается предложения президента о распространении режима территории опережающего развития на новые проекты в моногородах. Прошу внимательно следить за судьбой законопроекта. Громкое заявление федеральных властей на этой неделе привлекло внимание всех регионов России. Президент Владимир Путин потребовал снизить цены на бензин. За 11 месяцев на 10% выросли тарифы на автозаправках, тогда как сама нефть подешевела на 38%. Федеральная антимонопольная служба начала проверять законность текущих цен на бензин. О ситуации на автозаправках Акасии Елена Крылова. 32,70. Такая цена сегодня средняя на автозаправках Абакана. Это стоимость самого популярного 92-го бензина. С начала года ценник вырос примерно на 3,5 рубля. Дорожать бензин начал стремительно в начале лета, причем во всех регионах. Сегодня его средняя стоимость по стране 33 рубля за литр. Это если говорить о 92-м. Самое дорогое топливо сегодня в Приморье, Якутии и Калининградской области. Средний уровень в Центральной России. Ниже других ценник в Сибири. Последний скачок цен на заправках Акасии был в ноябре. С этого момента цифры на табло не росли, но и не падали. Это при том, что оптовая цена бензина за последнее время упала и значительно. На 3-4 тысячи рублей за тонну. Дорогое топливо спровоцировало удорожание практически всех товаров. Особенно яркая картина по тем продуктам, которые возят издалека. По данным Хакасстата, к примеру, те же яблоки в этом году дороже на четверть в сравнении с 13-м. Почти настолько же выросла цена на сахар. Возможно, в Акасии цена на бензин не снижается и по другой причине. Как сообщают достоверные источники, Ачинский завод хоть и запущен в работу, но на необходимые объемы он не вышел до сих пор. Сегодня после заявления президента о необоснованно завышенной цене на бензин идут масштабные проверки ФАС. В целом уже то, что Владимир Путин обратил внимание на проблему, внушает оптимизм. Путин – это единственный человек, к которому я верю. Я думаю, надо надеяться, надо надеяться, надо верить. Ну, если бы сказал, наверное, так и будет. Президенту надо верить. Сейчас главная задача антимонопольщиков – выяснить, нет ли в причинах такой ценовой политики сговора. Если окажется, что тариф завышен искусственно, нефтяникам и владельцам заправок придется платить внушительные штрафы. Елена Крылова, Мария Добрынина, Сергей Казмин. Вести. Хакасия. События недели. На этой неделе Хакасию потрясли истории о том, как дети сбегают из дома, не выдерживая пьянства взрослых. Последний такой случай произошел вечером 9 декабря. Почти сутки вся абаканская полиция разыскивала двух девочек 9 и 12 лет. Анастасия Стародубова побывала там, откуда бежали дети, у них дома, и поняла – от таких родителей надо спасаться. Обе девочки-соседки живут в общежитии по улице Гагарина 4. Здание похоже на притон. Грязь и кругом валяются бутылки от спиртного. Без слов понятно, что в основном здесь обитают люди, злоупотребляющие алкоголем. Не исключение – семья одной из пропавшей. Вообще семья неблагополучная. Родители очень часто мамы выпивают. Даже был такой инцидент тут на днях, что мужчина абсолютно обнаженный выбегал от них. Девочка тут на днях плакала, очень сильно выбежала, даже босиком. Мама выгнала ее. О пропаже детей и родителей заявили не сразу, а только поздним вечером. Причем у одной из мам не было даже фотографии дочери. Посреди рабочей недели мама с подругой, как обычно, выпивала, а девочки в это время сидели одни в комнате. Детям просто надоело видеть своих родителей пьяными, и они ушли из дома. Регина и Лиза сначала зашли в магазин погреться, а потом на улице они познакомились с женщиной, которая их и приютила. Узнав, что девочек ищут, она сразу же сообщила в полицию. С начала года 133 самовольных ухода было совершено детьми из семей. Из них 33 в возрасте до 9 лет. Основная причина – это родители, употребляющие спиртные напитки. Также конфликты в семьях. Забирать сбежавшую дочь из полиции, одна из мамаш пришла явно под шофе. Инспекторам обе семьи уже знакомы. Мамы и раньше привлекались к ответственности. Теперь им грозит лишение родительских прав. Напомним, в декабре это третий случай, когда дети сбегают из своих семей. Сотрудники полиции просят жителей города. Если вы нашли потерявшегося ребенка или самовольно ушедшего, то сразу же обращайтесь в органы МВД. Анастасия Стародубова, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Добавим, что сейчас Регина и Лиза находятся в республиканском центре для несовершеннолетних в селе Кызлас. Информация о необходимости лишить родительских прав женщин направлена в отдел опеки и попечительства. Это Вести Хакасия, События недели. Мы продолжаем. Пропавший в Туве Ми-8 нарушал правила авиационной безопасности. Об этом заявляет Западносибирская транспортная прокуратура. Двоих пассажиров допустили на борт, несмотря на то, что они не были включены в заявку на полет. Кроме того, перед вылетом на территорию аэропорта Кызыла были допущены четыре автомобиля без пропусков. А сам Ми-8 без разрешения летал над заповедником на малой высоте и совершал посадки на заповедной территории. Напомню, Ми-8, зафрахтованный одной из компаний Саиногорска, не вышел на связь с 10 октября. На его борту, по разным данным, могли находиться до 13 человек. Официально поиски прекращены. Однако власти Тувы не оставляют надежды узнать судьбу пропавшего судна. Из Кызыла по телефону моя коллега, корреспондент программы Вести Тува Аюма Кашкедей. Поиск вертолета Ми-8, пропавшего в суде 10 октября, продолжается надземными группами. Поиски с воздуха были прекращены приказом на авиации 14 ноября. Тем не менее, сегодня борт Ми-8 предприятия Тува Авиа вылетал для обследования территории Верховной реки Копту Кахенского района. В надземных поисках привлечены эксперименты, имя которого не раскрывается. Пока информации о том, что могло случиться с вертолетом, нет. И сюда пассажиров также неизвестно. Аюма Кашкедей есть Тува. Далее в нашем эфире парламентские вести. Одним из ключевых моментов минувшей сессии Верховного Совета стало, несомненно, принятие бюджета. Особых сюрпризов не произошло, однако изменения в документ все же внесены. И касается это в первую очередь людей с тяжелыми и редкими заболеваниями. С Нового года на их лечение деньги будет выделять федеральный центр. Это впервые. Это такие болезни, которые были ранее, до сегодняшнего дня, закреплены лечением за регионами. И, конечно, средств, как правило, не хватало. Часто собирали путем сбросить, как бы, просьбами через интернет и так далее. Вот сам факт того, что сегодня федеральный бюджет финансирует. Стоит отметить еще одно не менее значимое решение. Местный парламент подготовил письмо федеральному правительству на имя Дмитрия Медведева по вопросу придания республиканскому онкодиспансеру статуса межрегионального. По мнению специалистов, это поможет снизить смертность онкобольных на 10-15%. Если только мы получим данный статус, а это, в принципе, возможно, то уровень оснащения и уровень финансирования и уровень возможности онкологического диспансера, конечно, в разы будет выше. А учитывая, что была экспертная проверка онкологического диспансера, по-моему, в середине прошлого года, этого года вернее. И действительно, специалисты нашего онкодиспансера получили очень высокий уровень оценки. Они соответствуют мировым стандартам. Стоит отметить, нынешний год оказался довольно разнообразным на законодательные инициативы. От ужесточения наказания за пьяную езду до необходимости увеличить финансирование для предоставления жилья сиротам. Мы с вами приняли 121 закон, включая сегодняшнюю сессию. Из них внесено главой республики, председателем правительства 55, депутатами и комитетами нашими 55 тоже, избирательной комиссией 2, контрольно-счетной палатой 2, прокурором республики 6 законов, вернее 4, мы пока там, у нас это 6 задумки были, но 4 приняты. Советами депутатов районов и городов 2 и Федерации профсоюзов 1. Сессия в остальном носила больше бы стандартный характер, если бы не одно но. Заслуженный деятель искусств республики Герман Танбаев представил депутатам гимн Хакасии, разговоры о котором уже идут лет 10, воспевающий республику до невиданных высот. Видимо, таким он должен быть. Хакасия край, ой, на юге Севири, там, где в Саянах шутит Енисей. Чудо природы, ты лучшая в мире, Создан над Богом, на благах людей. Хакасия, до боли восхищаюсь. Музыка эта исполняется давно в Хакасии. Еще мы и о гимне не говорили, поскольку за основу она у нас уже принималась, гимна. И вот авторский коллектив еще раз поработал над словами текста гимна. В общем, проект закона о гимне депутаты в первом чтении приняли единогласно. Если же его утвердят на важных мероприятиях, будет так. Сначала играет гимн России, затем Хакасии на русском и национальном языках. Крайняя в этом году сессия парламента отметилась и довольно торжественным моментом. Председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Саражаков удостоен почетной грамоты от Совета Федерации. Вручил грамоту сенатор и представитель Верховного Совета Хакасии в Москве Евгений Серебренников. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации, совершенствование законодательства и укрепление ввестного самоуправления Республики Хакасия. Михаил Саражаков также получил нагрудный значок Совета Федерации, выполненный из драгоценного металла. Владимир Штыгашев накануне побывал с рабочим визитом в Таштыбском районе, а именно в селе Матур. Здесь он поздравил сельчан с юбилеем школы. Дата более чем достойная – 130 лет. Многочисленные выпускники учреждения прославили республику далеко за пределами, в самых разных областях – от политики до культуры. Стоит отметить, для самого Владимира Штыгашева Матур – особое место. Это его родовое село. Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию станет основой работы Народного фронта. Общественное движение обратит внимание на проблемы, обозначенные президентом. В нашей студии доклад главы государства прокомментировала сопредседатель регионального штаба в Хакасии Людмила Растощенова. Интервью недели далее в нашем эфире. Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня в гостях нашей студии Людмила Растощенова – сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хакасии. Для себя вы какие главные направления этой речи отметили? Ну, мне кажется, все главное. Потому что вот эта уверенность интонации, уверенность, с которой говорит Путин о безопасности страны, о возрождении экономики, о том, что мы действительно сильны и действительно можем это сделать, Вот это для меня такие какие-то, ну, пункты, на которые хочется надеяться, потому что очень много сейчас людей, ну, как бы это сказать, растерянных, что ли, растерявшихся в этой ситуации. Мы все боимся, мы все еще помним 90-е годы, и все боимся в них снова оказаться, потому что вот этот всплеск, который у нас вот сейчас был, он вдруг застопорился, вполне объективным и понятным для каждого причинам. Но в этой связи президент говорит малому-среднему бизнесу дорогу, поддержку. Три года, если выдерживает, что называется, параметры развития предпринимателей, следующие три года их и трогать не надо. То есть, вот, самое главное, налоговый режим должен быть каким-то, какое-то время очень стабильным, чтобы люди поверили в мощь собственной страны. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у меня была Людмила Растощенова, сопредседатель регионального штаба ОНФ Хакаси. Спасибо, что были с нами, еще увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проезжая по верхнему Курлугашу, трудно поверить, что в истории села был момент, когда оно вымирало. Развалившееся строение и пять человек местных жителей. Сегодня большая часть домов, новостройки и население ежегодно растет. По прописке 50 человек, фактически около 70. Правда, прирост обеспечивают приезжие, но от этого история деревни становится еще интересней. К нам приехали с Израиля, семья приехала с Москвы, две семьи строятся, с Ижевска две семьи строятся, ну, с республики у нас Абакан, Черногорск, Минусинск, ну и Ташсибского района это люди строятся. Семья раби Ханукаевых приехали в верхний Курлугаш из Израиля. Когда решили вернуться в Россию в качестве малой родины, выбрали Хакасию, а в ней эту небольшую деревню. Долгое время жили в землянке, без света. Сегодня глава семейства Алексей достраивает дом по собственному уникальному проекту – восьмиугольной формы, энергосберегающей, но с печным отоплением. Вот это все будет зал, три сегмента. Там гардеробная и раз, два, три, четыре спальни. Сейчас зима, свободного времени больше и местные жители занимаются некоторыми ремеслами. Алексей предпочитает столярные работы. Есть в Курлугаше гончар, кто-то делает мебель. Однако всех без исключения жителей объединяет одна страсть – это жить и работать на своей земле. Мы все здесь не деревенские. Ну, кто-то родился в деревне, кто-то там жил около деревни, кто-то еще. Но большинство жителей нашей деревни – они все горожане. И они сюда, на эту землю, приехали осознанно, приехали на землю, работать на земле с землей. Кто-то в огородах копается, кто-то, как я, животных завел, и сено косить надо, и все. Но мы приехали сюда по идейным соображениям. Это как первые колхозники. В этом году в Верхнем Курлугаше заканчивается строительство клуба. Это гордость местных жителей, потому что все – от фундамента и до последнего гвоздя – сделали своими руками. Сельский совет помог лишь с материалом. Мы сейчас заканчиваем отделку. Осталось все покрасить и сделать здесь небольшую сцену, для того, чтобы здесь можно было выступать. Какой-то кукольный театр у нас в проекте сейчас возник. В этой части здания будут находиться стеллажи с книгами для технического творчества. В планах местных жителей организовать на рождественские каникулы в Верхнем Курлугаше семейный отдых. Здесь красиво, хорошая горка для катания на санях. И самое главное – есть клуб, где рады гостям, можно погреться и попить чаю. Олеся Калиниченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. События недели. Это все новости, которые мы планировали рассказать вам в нашей итоговой программе. Но мы пока не прощаемся. Далее в нашем эфире серия юбилейного проекта гостелерадиокомпании «Хакасия. 55 лет». А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего доброго. Здравствуйте. Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению. И вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии – Валерий Яковлевич Иншин. Встреча 1983 года на телевидении. Он занимал должности заместителя председателя комитета, директора, главного редактора и заместителя начальника службы телевидения. Валерий Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, огромное спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Потому что и сегодня у вас очень плотный график. Вы активно работаете и продолжаете трудиться на телевидении. Валерий Яковлевич, давайте поговорим о самых первых годах работы на Абаканской телестудии. Из ваших воспоминаний в юбилейной книге мы узнали, что именно тогда началось рождение, становление передачи «Пульс». Расскажите вообще, кто, чья идея была, кто стоял у истоков, кто разрабатывал формат, как сегодня это говорят. Ну, вы знаете, идея принадлежит Анатолию Степановичу Солоненко. Он был председателем комитета по телевидению и предовещанию. И с моим приходом, а пришло я 31 июля 83-го года, а 1 сентября начинался новый телевизионный год, и было решено создать информационную программу «Пульс» ежедневную, 30-минутную, в прямом эфире. С информацией, репортажами, интервью, беседами в кадре. Ну, это был достаточно новаторский такой подход, да? Новый формат для тех времен? Да, там было много нового. Прежде всего, мы отказались от дикторского ведения программы, вести программу стали журналисты. Надо сказать, что тогда коллектив редакции информации, я не побоюсь этого слова, это был звездный состав, звездная команда. Я назову Валерий Тоскараков, Юрий Пустовой, Сергей Худояров, Владимир Кубышев, Алексей Аненко, Евгений Толстухин, Олег Репорт, то есть это мужская часть команды. И дополняли состав две представительницы прекрасной половины человечества, это Татьяна Баулина и Людмила Лебедева. Вот такой был состав. Звездные имена. В те годы действительно очень многое выходило в режиме онлайн, да, как сейчас говорят. Давайте вспомним о тех демонстрациях, опять же, да, которые с технической точки зрения, было просто, ну, колоссальный труд за этим стоял, чтобы это увидел телезритель. Вообще, прямые трансляции были тогда довольно часто, но два раза в год были особо важные трансляции. Это первомайская демонстрация трудящихся и демонстрация 7 ноября. Сколько часов для ей с трансляцией? Ну, где-то часа полтора. Сколько людей было задействовано? И случались ли такие, ну, какие-то ЧП, может быть, курьезные ситуации? Ну, это ответственное мероприятие, конечно, оно готовилось, и особая, конечно, нагрузка ложилась на технический состав телекомпании. Вообще, сегодня очень трудно даже представить тот объем, ведь это, наверное, километры проводов. Ведь это все разматывалось, не было же Wi-Fi каких-то беспроводных. Да, это была передвижная телевизионная станция, три автобуса. Один основной с аппаратурой, второй подсобный с телекамерами, дизель для снабжения электроэнергии. Каждый отвечал, каждый болел за свое дело. Я вспоминаю тех людей, которые работали там, вот Олег Благих, Федор Кураш, Владимир Кудашкин, Гена Топоев, ныне работающий у нас Сергей Баженов, Виктор Пустовалов, Саша Щукин, Михаил Моносеевич Аникин. Вы знаете, они все мастера были своего дела. Они обеспечивали техническую сторону наших трансляций. Да, вот этот уровень ответственности, наверное, его можно понять, вспомнив те годы. И тот, как сегодня принято считать, просто высочайший уровень цензуры, опять же, да, и какой-то контроля. Вот расскажите, это действительно так? Ну, я обычно отвечаю так, что мы рассказывали о героях труда. Вот я назову фамилии гидростроителей, которые гремели тогда по Хакасии, не только по Хакасии, но и по Советскому Союзу. Демиденко, Полторан, Поздяков, Полевщуков, Каленков. Это знаменитые были люди. Вот, рассказывали о ткачихах Черногорского комбольного комбината. Лямкина, Кулагина, Драничникова. Механизаторы Добрынин, Натейкин, Доярка Поноскова. Вы до сих пор их все помните. Да, водитель Натейков, ну, сотни фамилий, сотни фамилий. И мы рассказывали о них. Да, тогда же было много построено предприятий. Они все работали. Конечно, и тогда, знаете, ДТП мы не считали за события и не выезжали, скажем, снимать. Потому что хватало других тем. Вам удавалось совмещать руководящую должность с творческой деятельностью? Занимались комментаторской работой? Это так? Международные турниры проводили в Абакане. Кубок европейских чемпионов и Малый чемпионат мира на приз газеты «Советская Россия». Это было событие, это ажиотаж, это настоящий хоккейный бум был в Абакане. Мы много показывали, транслировали матчи и хоккейной команды «Советская Россия». Когда футбольная команда «Реформация» вышла во второй дивизион, тоже выступала на профессиональном уровне, мы показали все матчи этой футбольной команды. Вы знаете, в нашем архиве сохранилось уникальное видео, запись вашей комментаторской работы. Давайте посмотрим. Да, 1-1. Атака «Реформация» и счет стал 1-1. «Реформация на седьмом небе от счастья, потому что забили гол не кому-нибудь, а команде «Крылья Советов». Вы помните этот матч? Да, это была товарищеская игра с командой «Крылья Советов» в «Самаре». Сыграли 1-1 тогда. Вот, конечно, это было большое событие. А сейчас вы занимаетесь историей телевидения. Мы знаем, что вам удалось найти какие-то фотосвидетельства, подтверждения тому, как действительно с опережением времени работала Абаканская телестудия. Вот вы знаете, когда я пришел на телевидение и в период работы на телевидении, многие вспоминали, вот программа «Круг» в 70-е годы была. Это была очень интересная программа. Это по-настоящему то самое ток-шоу, которое сейчас так востребовано на современном экране. Но оно появилось буквально последние 20 лет, а в Абакане это были 70-е годы. В 70-е годы на конвенциальном телевидении, конечно, это было что-то новое, это было действительно явление какое-то. Это был целый вечер в студии. Для всех категорий телезрителей были материалы. Для детей, для молодежи, для пенсионеров, для любителей кино, музыки. Там разбирались новинки литературы, обсуждались новые кинофильмы. И сам он, Александр Барышев, очень талантливый человек, начинал эту программу песней. Это были своеобразные позывные. Творческая мысль настолько опережала время. Это просто какое-то колоссальное. И действительно большое счастье, что эти люди вошли в историю ГТРК. Яркие личности работали на телевидении. Акассия, Тамара Бронер, Альфия Ефисенко, Александр Юрий Пустовойт. Они оставили свой след, конечно. Сегодня, видя, как работают молодые журналисты, которым понятно еще и учиться, и учиться, чтобы хотя бы приблизиться к тому уровню, на котором работали все вы, что, может быть, вы пожелаете или откройте небольшой секрет профессионального успеха, так скажем. Есть такая фраза, она часто повторяется. Нужно любить не себя на телевидении, а телевидение в себе. Насколько сегодня действительно ценны ваши воспоминания? Спасибо еще раз огромное, что пришли к нам поделиться ими. Спасибо за приглашение. Сегодня с Валерием Яковлевичем Ишином мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакаси. Вспомнили тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова